Привет-привет! Меня зовут Саша, канал Душно. Мы сегодня с Денисом. Всем привет! И у нас вторая часть слепых затестов от Анны. Первая часть уже вышла на твоем канале. И несмотря на то, что это была одна подборка, состоящая из 14 ароматов, мне кажется, настроение у первой половины и второй половины будет довольно отличаться. Предлагаю, собственно, и окунуться в это. Пару слов. Стандартная наша схема. Я эти ароматы разнашивал. Честно, в этот раз может быть чуть-чуть халтурненько. Не могу сказать, что прям сильно-сильно. Но все более-менее поносил, кроме одного. А Денис их... Да, для меня тотальный слепой затест. Первый раз. Поэтому, собственно... Ну вот интересно, ты сказал, что вайп будет отличаться. Первая была такая, как будто бы с претензией подборка, грубо говоря. Я думаю, что это тоже с претензией. Я скорее по направлению, да. Ну, слово тебе. Пока слов нет. Ну, аромат достаточно... Слушай, какой-то прям мимозой, что ли, пахнет. Я тоже немножко думал про мимозу, но это не главное, конечно, что мне хочется здесь выделить. Вот на старте прям такое... Хотя я не фанат мимозы. И у меня ощущение, что... Знаешь, вот такое ощущение, хочется сказать дурацкое слово, пушковость. Вот там есть вот это всё такие вот эти пыльные кружочки. Всё вот здесь есть. Я бы тебя призывал, может быть, тогда даже не столько про ноты, да, сколько про настроение аромата. Ну, это прям такое очень нежно, пудровое. Как будто даже, знаешь, какая-то почему-то присыпка какая-то вот. Ну, пудра, я бы согласен, но не сладкая пудра. Сахара здесь очень мало. Соглашусь, да. Может быть, есть какие-то зелёные стебли, но они вот придают такой вот отчасти кислоты и свежести этой пудре. То есть это не удушающая пудра для меня, вот, которая прям всё слиплось, не разлипнется. Но для меня какая-то вот пока что абстрактная вещь достаточно. Да, абстрактная. Я бы сказал, что это аромат такой чистоты, как бы. А, ну фиалка. Фиалка. Вот что мне эту пудровость, точная. Фиалка обычно гадостно горькая, а здесь нету горечи. Нет, мне фиалкой пахнет. И вот прям листиком шершавым вот этим, почему я говорил про какую-то вот эту пушковость. Потому что мне вот пахнет. Ну окей, я, по крайней мере, ту фиалку, которую я привыклась принимать в парфюмерии, я здесь не слышу. Слышу прям. Я думаю, что может быть это корень ниреса такой аккуратненький. Наверняка здесь есть мускусы. Вот ты сказал про мимозу, цветы какие-нибудь, может быть. По настроению незаметно, спокойно, недёшево. Ну, наверное, да. Мне кажется, что недёшево. Ну, недорого. Ну, в смысле, я не думаю, что это за миллионы какие-то. Для меня какой-то вот аромат, может быть, опять же, сейчас нас там ругать будут, но для меня какой-то вот ни рыбы, ни мяса. Я так и пишу, бесхарактерно и без лика. Да. Без лика. Может быть, кто любит вот такие всякие пыльные цветочки, наверное, тому понравится. Для меня какая-то, если и фиалка, то недотянутая. Как будто драмы нет. Хотя, может, драма не всегда нужна, но всё равно. Ну, это мы с тобой любим, блин, лютенцы, вуды. А это аромат действительно без драмы. А это вот, да. Но с другой стороны, вот почему я, кстати, думаю, что это не очень дёшево, потому что это и не такой аромат, вот, знаешь, просто порошочком. Нет, сделан это добротно. Что-то как бы интересно. Ну, мне здесь скучновато. Ну, и последнюю фразу зачитаю, которую я написал. Очень сложно описать. Пахнет чистым хлопком, бумагой, но без стерильной свежести. Да. У меня тоже такие ассоциации. Но я буду прям топить за фиалку. Тебе бы интересно было такое носить? Нет. Мне вот, я его один раз надел, и он, знаешь, при этом звучит. Приятно. А, ты про громкость, да? Да, и громкость, и стойкость. Всё окей. Ну, вот, типа, я не знаю, всё-таки, вот мне действительно нужна драма какая-то. Мне тоже. Либо драма, либо... Нет, бывает, что не хочется драмы, но это не та, не драма, которая мне интересна. Когда мне не хочется драмы, мне хочется какой-то истероидности, знаешь, там, веселья какого-то. Ну, короче, что-то не понял. Мне тоже вообще ни в какие мои спектры настроения не попадают. Это Александр Джей. У нас было от него уже сколько. Да, кстати, у обычного Александр Джей чудовищные флаконы. А этот, кстати, вроде ничего. Ну, да, такой как будто лимитированный колокольчик лютанца. Да, а мне кажется, это какая-то элитная настойка такая. Или так, да. Хочется разобрать. Ну, смотря, что она имеет в виду, нет. Пахнет выйду ночью в поле с конем. Флакон бомба. Скобка в живую. Флакон, правда, симпатичный. Да, интересно. Ну, коня, ну, просто, знаешь, как бы, когда говорят коня, то обычно имеют в виду либо лошадиные... Мускус Кублайхан, типа. А, ну у тебя вообще с ним свои отношения. Либо лошадиные какашки такие вкусные, прости господи. Ну, а правда, навоз с лошадиной, ну, как бы, он пахнет... А, нет, я не спорю, кстати, не знаю, хотите там считать синиеопервертом или нет, но мне очень нравится запах коровника, например. То есть, вот... С коровником у меня труднее, хотя это ближе к ночи мали. Вот, а вот к лошадинам вообще нет вопросов. Вот, но никакого коня я здесь не слышу, уж тем более Кублайхана. Тоже не слышу. Ну, знаешь, что я думаю, в чем мы как бы совпали с Анной? Она пишет про коня, а мы говорили про какой-то чистый мускус. Вот, ну, то есть, видимо, такой вот... А где совпадение? Ну, и то, и то про мускусы, про какой-то вот... А, ну, ну ладно. Окей, да. Для меня просто, честно говоря, то, что ты сказал, диаметрально противоположный, типа, чистый мускус и конь. Ты посмотри на эту пирамиду. Да, пирамида для меня вообще непонятная. Мне тоже ничего не слышно. Но, слушай, интересно, кстати, когда вот у человека это жесткая какая-то вот ассоциация, да, идет вот... И мне бы это вообще не пришло в голову, вот, про то, что... Конечно, да. Да, как бы... У меня есть, как бы, некие предположения. Пахнет знакомо. Слушай, опять какие-то вот мускусы-фиалки для меня. Хотя тут, кстати, никакой фиалки не было. Я так за нее топил. Какие-то... Здесь вообще пирамид какая-то другая. Пирамида вообще, Анна, вы, может, что-то напутали? Да. Или Александр Джеймс напутал. Да, выбор девятый. Слушай, какие-то... Тоже... Вайб для меня примерно продолжается. Серьезно, нет, для меня совсем другое. Оно здесь уже послаще. Да. И как будто бы попопсовее. Да. Такое чуть-чуть лакодлеволосное. Чуть не удобно. Да? Не могу сесть, чтобы было удобно. Да. Сочувствую тебе. Да. Комментарии. Как будто бы что-то... Ну, это какой-то такой химозный персик. Химозный персик, химозная фиалочка, химозная гордыня. Но не адский какой-то аромат в плане громкости. Это не какой-то там гипер... Даже не пойму, знаешь, люкс масс-маркет. А мне кажется, он может задушить вообще. Да? Нет. С блотера как будто бы не прям орет. Вот. Но... Давай я поделюсь своими сооружениями. Только все-таки попрошу тебя определиться. Все-таки бюджет, люкс или ниша. Слушай, ну как будто бы не ниша. Люкс или бюджет? Я за бюджет. Даже так, да. А что пишу? Невнятный чаечек. Тебе не чайный он? С шалфеем, бергамотом и, возможно, лавандой. Наверное, и жасмин может быть где-то там, где чаек там частенько жасмин. А мне вот фруктов больше, честно говоря. Нет, фруктов меньше здесь. Для меня это уровень... Вот в Литуале есть колония, которую они производят. И там есть что-то лаванда, чай или что-то такое. И вот... Чувствую чай. Какой-то зеленый. У меня, кстати, скорее черный. А мне зеленый. И все-таки прям буду настаивать на фруктах. Ну, такие законсервированные химозненькие. Два слова, которыми я его описываю. Приятно и уныло. Мне тоже неинтересно его, как бы, разнашивать и прочее. Как-то... Ну, как-то вот, да. Как вариант, может быть, это один из чаев бракаровских. Я просто их не очень хорошо знаю. Тоже не знаю. У меня был он другой. Я два каких-то пробовал. Может быть, это вот какой-то оставшийся. Потому что вот этот звенящая нота чая очень похожа на бракар. Ты вот сказал про чай, как будто я его начинаю ощущать. Но для меня вот фруктовые, вот эти добавки в чай фруктовые, которые ты понимаешь, что это адская химозина, никаких там персиков, не знаю, и смородин настоящих там нет. Но вот она здесь для меня прям. Ты пьешь такие чай? Нет, как правило. Ну и вообще, вот и кофе вот у тебя в основном. Нет, у меня есть дома кофемашину пью. Ага. Александр Джей. Флаконом можно убить. Крутой чай. Но флакона здесь нет. Чай. Чай, да. Черный чай, мате, бергамот, жасмин, груша, черно-смородина, персик, белый мускус, ветивер, каштан. Слушай, отлично у нас тандем. Я одно, ты другое. В итоге собираем всю картинку. Ну, ребята, честно говоря, купите бакар. А интересно, он настолько редкий, что не было флакона фото? Может быть, но мне кажется, на этих бумажках. А, да. Бумага это более приятная, но, как мне представляется, может быть, принтер ее не берет. Может быть, да. Меня не впечатлило. Меня тоже нет. Но у нас, конечно, вообще марка Александр Джей. Не могу составить про нее какое-то мнение пока. Не самые симпатичные чувства. Ну, я мало что пробовал. У меня был один из каких-то наших слепых затестов. Да и все. Я его доносил. Было приятно, но не более. А вот это мне нравится. Какие-то деревяки. Я думаю, что я не наведу тебя на какую-то конкретную мысль. Потом зачитаю. Просто первая фраза. Я обожаю, как мой литературный талант иногда. Просто я уже забыл, что я это написал. Какая-то плацебная мазь, которую натирают усталые телеса. Есть для меня такое. Бальзам, елки, там варенье из шишек. Не знаю, что-то такое. И как будто бы там сверху бананы. Бананы. Вот чувствую какую-то такую сладость. Но думаю, что это что-то... Да дам ты бра, Маля. Слушай, не знаю, что-то не пойму. А вот мне прям кажется, похоже. Да не кажется, что здесь гвоздики дофига. Цветочка или специя? Специя. Или пряность. Я до сих пор не различаю. Могу ее притянуть сюда. Не скажу, что прям вот это то, чтобы я бы назвал вот при слепом затвистке. Первый раз я его нанес, мне показалось, какая гвоздика. Потом нанес второй раз, он вообще по-другому звучал. А сейчас опять, мне кажется, гвоздика. Да дам ты бра, это. Похоже, но нет. Нет? Ну или какой-то... Мне замучает вот это, с одной стороны, то ли гвоздичное, то ли вот мазь для усталых дел. А я прям... Ну вот в дан дэ бра этого нету. Но я понимаю, почему ты говоришь про дан дэ бра, потому что есть что-то общее. Подожди, а может быть это есть у Маля аромат, который похож на дан дэ бра? Это уже не скажу. Ну, сейчас тебе скажу, посвященный какому-то дизайнеру, как его? Ван Ноттен, вот этот какой-то Дриск Ванн. Да, да, да. Я его не помню, хотя, по-моему, ты мне как-то давал его пообонять, что ли, в миниатюрке. Я бы скорее уже сказал, что это он тогда. Но меня вот сразу туда унесло. А, по-моему, мой атлевант к тебе перекочевал, я помню, потому что я его как-то особо не захотел носить. Горькая, красивая разнотравия, веник в бане, березовые листья, шалки, лаванда, сухое, чуть прелое сено, ниша. Очень необычно, ромашковый чай. Нравится. Я согласен со всем, что у тебя написано. Слушай, ну... И вот фиалочка как раз сладость дает, это да, Матебра? У тебя сегодня фиалочка. Да, я сегодня фиалка. Ты и есть фиалка. Я и есть фиаля. Фиаля, да. Слушай, ну... Я бы без тебя, конечно, не предположил бы, что это, Маль. Видишь, вот что-то без меня делал. Да, ну мы сейчас посмотрим еще, может быть... Сейчас я сяду в лужу второй раз. Сан-Русултаном. Так как ты все-таки, согласись, мы влияем друг на друга. Конечно. Когда у кого-то возникает такая безумная идея, а вторую ее согласен. Все, уже... Вот поэтому, как бы, я теперь думаю, что, может быть, это, конечно, Дрис. Дрис. Да. Нет. Это Хили. Фиаля, фиаля, фиаля. Квир, плен, фиаля. Я не банан уже и замша в ароматах, но это какой-то отличный и благородный. Давай посмотрим, мне интересно сравнивать его. А мне тоже интересно. Ну, слушай, приятно так пахнет. Вот, если бы это был фланкер Дантебра, я бы вот его приобрел скорее. Мне кажется, фланкер Дантебра это... Дрис. 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 Дрис Кюр Плэн Флёр. А, Кюр Плэн Флёр, да. А, у нас был как-то флакон, точнее, от Леванты. Я же тебе давал его, он у тебя есть. Этот? Да, там вот бобёр, замша и фиалка. Ну, я, видимо, избавился уже от него. Я тебе точно давал его. Что-то не возникает у меня желания его носить. А я заберу тогда. Давай, давай. Да, что-то вот мне сейчас он уже приятель. Что я хочу тебе сказать? Фиалио? Я отгадал. Ты отгадал? Да. Слушай, вот заиграл для меня он по-новому. Помню, тебе я отдал точно от Левант. Круг и ворота от Леванта в природе. Я не помню, мне кажется, ты что-то думаешь. Нет, нет, нет. Точно. Тебе он у меня перешёл. Тоже как-то вот какой-то бренд мимо меня. Ничего особо из них не знаю, поэтому ничего не буду говорить. Давай твоя очередь наносить. Одиннадцатый. Совсем прозрачненький. Сейчас посмотрим, что там. Прикольно, кстати, причём вот про Хили немножко скажу, что до сегодняшнего наш с тобой затеста мне он нравился. А Роман? А сейчас что-то вот раскрылось неприятной стороной. Ну? Этот самый говённый, Анна, не обижайтесь. Ну, буду я ругать, но не могу не ругать. Самый говённый аромат из 14 для меня. Я такое ужасно не люблю. И ещё мне кажется, что он был у нас или у меня. Но я так не вспомнил, что это. Что-то бюджетно-люксовое. А мне кажется, это и ниша может быть. Какие-то белые цветы такие не очень приятные, мне кажется. Серьёзно? Мне кажется, там есть белые цветы, да. Но это вот не та их как бы вариация, которая приятна мне. Ой, я прям не могу. Хотя, как будто бы, чем дальше, тем приятнее. Ты знаешь, смею подозревать, что там какой-то жасмин-чебушник. Вообще, не в ту сторону тебя вынесло, что меня. Но расскажи, потом я поделюсь. Да, для меня, честно говоря, пока какая-то белосветочная тема. Какие-то вот там жимолости, петит грейны. Вот туда меня уносят, честно говоря. Да, да. Какой-нибудь вот а-ля Гуччи Блум, там, Аква Ди Фьори. Что ты думаешь, от люкс? Да. Женский? Скорее, да. Какой-то вот такой белосветочный, зелёный. Окей, у меня, смотри, утомительные засахаренные лимоны или другие фрукты, синтетически уныло. Какой-то мыльный, лимонная зефира, пудрит. Точно знакомый. При этом это ниша, наверное. Хотя, честно, может быть и бюджет. Такой свербящий, монотонный. И на нёбе горчит. Как это? Может, мне вот и доктор надо сходить с этим нёбом горчащим. Мне постоянно это происходит. И он ещё такой долгий. Слушай, засахаренных лимонов, честно, не слышу. Какие-то, ну, наверное, сытрусы на старте есть. Куда без них. Но, прямо, чтобы сказать, что это там засахаренные лимоны, для меня нет. Слушай, а это не эльганза или манчелло? Не знаю его. Я по-прежнему на своём что-нибудь настаиваю. Ой, ужас. Я не знаю, почему. У меня ещё вот, для меня он цитрусово-фужетный. И вот фужеры современные. Вот, как бы, вот такие. И сладкие, и... Нет, для меня белые цветы, да, такие. Я не знаю, почему. Со свежинкой какой-то там травянисто-цитрусовой. Я уверен, что я сейчас, конечно, акну и пойму, что это. Но, вот, почему-то вот это направление прям... То есть, мне хочется, если цитрусы, чтобы они пахли натуральными цитрусами, как вот бегорады, вот эти все, да, вот это я обожаю. А у меня, скорее, тоже так, да. Если цитрусы, то хоть натуральные. Элда, призрак до спеха. Точно, а как я пытался его похвалить, когда у меня был, да, видимо, совсем не маят. А я вот даже думаю, нужен он мне или нет, потому что недавно переслушал в космотеке, и так он мне понравился. Прикольно, как меня куда-то в совсем другую сторону отнесло. Причём я же сносил отливание-то, я так хорошо его знал. Жасмин есть. И Юзу есть. Почти никому не нравится из окружения. Отправляла на слепые затесты уже, а мне да. Что усиливает аромат Жасмин? Да, Муганы. Что? Подружка Савара. Салины. Слушай, ну прикольно. С твоего позволения, наверное, заберу себе отливание, потому что я прям хочу его разносить. Мне так нравится флакон, хочу ради флакона. Мне, кстати, кажется, что этот запуск был такой какой-то прикольный у них. Как будто бы они отошли немножко вот такого стандартно спокойного Элда, который в последнее время. Вернулись типа к штоку? Я немножко в шоку. В шоку. В шоке, куда мне отнесло от него. Вообще, как бы, даже как-то немножко расстроилось, потому что я его так хорошо разносил. У тебя же пробничек был официальный, да? Да, причём там одним из первых. Да, да, я помню, я у тебя тоже ещё слушал так, когда была эта новинка прям. Ну, слушайте, а с другой стороны, вот мне кажется, сейчас небольшую такую вставочку сделаю. Мне кажется, это история про то, насколько мы сохраняем лояльность бренду. Ну, скорее, да. И когда у меня был пробник, я очень старался его хвалить. Я всё равно сказал, что это необычное и всё такое. И вот он мне подает на слепой затест, и я буквально говорю, что он тошнотворен. Ну да. Да, это интересно. Это интересно, и знаешь, мне кажется, этого не надо стесняться. Ну да. Мы все преданы каким-то брендам. Я всегда вообще говорю, вот у меня бывает, что тоже, позвольте, прям полминутки, мне, когда задают какой-то вопрос насчёт того или иного аромата, я отвечаю, предположим, у себя в настроении, и мне пишут потом, «А вы там полгода назад писали другое». Ну, камон, как бы, так хочется сказать, Заюш, ну, я живой человек. У меня, может, я на следующий день уже его по-другому буду ощущать. Поэтому, мне кажется, в плане парфюмерии все вот эти камбэки там было полгода назад, это вообще никто. Давай не торопитесь, потому что, мне кажется, интересный разговор. Я вообще вот думаю про то, зачем нужен блогер. Я уверен, что парфюмерный блогер нужен для того, чтобы подстёгивать некий витальный интерес к процессу покупки и разнашивания аромата. Думаю, что да. Всё, потому что ароматы – это настолько субъективно. Я поэтому, когда вот разговариваю, какие-то есть тру-эксперты, какие-то блогер начинают, не подумайте, я не эксперт. Что такое эксперт в парфюмерии? Ну, может быть, как историк, который знает, как бы там всех герленов, да, может выстроить и не перепутает Патрисию с внучкой, с племянницей. Так, у нас с тобой 12-й. Ой. Странный. Да. Сегодня в нём был? Как будто бы какое-то варенье из розы и чёрной смородины. О боже, совсем другие ассоциации. В деревянной баночке. Ну, чуть ближе. Деревяшка, да. Но мне есть вот какая-то такая... Чего? Просто извиня, опять. Да-да-да. И снова какая-то аптечка нетрадиционной первой помощи. А мне вот есть что-то деревянные такие тона вместе с... Знаешь, как будто бы варенье в деревянном тазике убежало. Вот оно уже такое... У тебя сладкие? Да, мне сластит прям. Сладит, сластит. Вообще-вообще. А мне есть. Но хорошо чувствуется вот эта такая сухая деревяшка. Для меня это банька. Банька. Ну, вот сухая деревяшка для меня банька. Банька с какими-то веничками. Может быть, дуб. Может быть, бессмертник. Да, соглашусь. Слушай, ну как будто бы сейчас уже меньше сладости. Как будто бы вот это варенье была микроложечка на старте. Микроложечка. Да. И все. Дальше вот, да, банька идет такая. Да, да. Ну, симпатично. Я думаю, что это соленый ладан еще. Может быть, ветиверчик. Ветивер, да. Солоноваться-то особо не слышно. Я почти уверен, что ладан здесь есть. Ладан, да. Солоноваться-то нет. Красиво. Очень красиво. В чем проблема? Может быть, сейчас не то время года. Может быть, я как-то неправильно его носил. Но просто моментально слетает. Да. Вот я сегодня на завтрак пошел, а утром у меня обоняние обычно обостренное. Наоборот, мне все отражает. И пока дошел тут 5 минут до муму. И все, да. И уже муму. Да. Слушай, ну, красивая вещь. Можно перчик, кстати, есть. Да. Я бы сказал, что ниша. Я думаю, что ниша, либо один люксовый бренд, который по сути своей является ниша. Больший. Короче, у меня две версии, чтобы это могло быть. Гарсона. Да, это либо Гарсона, либо Ружбани Руж. Ну, все, у нас туда в лавке Алибанума и прочее. В очень тонкий, тихий ладан. Такой вот муаликой, который тебя... Это очень красиво. Красиво. Очень красиво. Бесспорно. Да. Давай Яхут сыпрою в какой-то веке. А я принорвился с ножницами так удобно. Мы на канале у Дениса их разрывали. Да, я там пытался как-то все это... А тут я такой в последнюю секунду, перед тем, как мы сняли, сели снимать видео, я такой, Саш, ножницы. Soul of the Forest. Дух леса. Морджила. Это... Это реплика? Наверное, да. Может быть, это какой-то вот это черные флаконы, которые типа более премиальные в реплике. Ты же знаешь, там есть... Там есть черные флаконы. Они, по-моему, непрозрачные. Их, по-моему, порядка четырех штук. Вот. И они его стоят дороже, да. Не видел. Да. Они стоят у нас? По-моему, да. Ну, наверное, не везде, но цветном, я думаю, есть. Черная смородина. Черная смородина. Красный перец. Мох. Пихтовый бальзам. Лабдан. Кленовый сок. Кедр. Ладан. Пачули. Слушай, хорошо мы его разложили. Слушай, мы работаем с тобой в тандеме. Подмечаем что-то, что второй не видел. Два сменщика, да. Мне очень понравилось. Мне тоже очень понравилось. И еще вот интересно глянуть из той ли он линейки. Ну, смею поздравить, что да, потому что я не помню его ни в каких прозрачных, типа там, вот эти вся Whispers in the Library. Как называется? Soul of the Forest. Ну, конечно, да. Он в этих флаконах, да. Ага. Да. Класс. С чем сравнивать? Давай уж, если мы открыли, посмотрим. Свой. Фиан и Гюи. Ну, я чуть не знал оба. Нет. Тоже, нет, не похоже. Autumn Vibes. Отвратительный этот Autumn Vibes. Все ему там поют дифирамбы. Для меня просто рассол. Ну, он такой немножко в сторону Santal 33. Для меня просто пью рассол, который же я и закрутил. Хотя, кстати, не люблю пить рассол. Чуть-чуть мне не хватает громкости в нем. Может быть... А мне как будто вот это и нравится здесь. Да? Прямо что-то очень хорошо. Так, и переходим к 13-ому. Честно скажу, его я не очень разносил. Потому что как-то не моя тема. Это моя тема. Да, наверное, наверное. Это прям, да. Все вот эти цветульки. Почему так горько? Это цветы такие горькие? Ты знаешь, ощущение, что это может быть... Да, наверное. Кожа. Кожа. Я до этого не видел, поэтому так сейчас выпалил. Кожа. Стопудово кожа. Да, соглашусь. Кожа. Как вот в Банди. Вот такая как это... Из-за бутилхинолина. Из-за бутилхинолина. Да. Согласен. Но для меня все-таки помягче, чем Банди. Помягче. Что-то малина с кожей. Вот для меня здесь есть какой-то такой фруктовый душок. Или фруктовый цветочный. Вот так. Или ягодный. Ну да. Фрукты, ягоды. Я их примерно в одну степь. Приятно-ка. Ты сейчас говоришь про это. Я думал, что может быть это и современная ниша. А до этого мне казалось, что это какой-то винтажик. На старте мне тоже прям пахнуло винтажом. Цвет еще такой винтажа относящий. Слушай, очень красивая композиция. Ну, я тебе уступлю. Еще я пишу какой-то горячишно-липовый. Как будто бы вот какие-то... Есть, наверное. Может даже что-то медовое ты сказал про липовое. Какой-то не сладкий мед. Хотя это пророксально звучит, но... Да, очень красиво. Прям мне очень нравится. Ну, я не буду такое носить. А я буду. Я готов подценить его красоту, но... А я прям буду. Но ниша же, да? Да, да, без вариантов ниша, мне кажется. Слушай, какая красота. Мы сегодня летим по вершкам. Но знаешь что? Вот не вижу смысла просто затягивать. Вот мне кажется... Не знаю, где бывает такое ощущение. Иногда долго... Остальное мне сидеть перед камерой с каждым работой полчаса и ждать, пока там база раскроется на бумажке. Не, я сейчас про другое. Иногда, знаешь, как бы... Вот долго вроде уже много сказал, а есть ощущение, что главное не сказал. А иногда говоришь две-три форты... И все, все по делу. Да, у меня тоже такое есть, да. Хорошо, коллега. Так, это Pure Gold, Эйфория, Кельвин Кляйн. Фигасия Кельвин Кляйн херачит у нас. Ну, вообще-то очень хорошо. Финики, солнечные ноты, нироли, миндали, ланг, цветок кожи, роза, кожа. Абсолют ванили, бензоид, пачули, мускус. Что-то от немного неприличные мне. Ну, для меня нет неприличности. Для меня вполне себе все понятно. И так красиво. Я вот думаю, я бы поразмышлял про неприличность. Я думаю, что это неприличность не в смысле сиськи покажу, а в смысле такой хабалистости. Я его представляю на женщине, которая такая вот пришла и пройдет к терапевту без очереди. Ну, наверное, да. Мне кажется, я знаю, что это. By the Fireplay, SmartJury. Да, да? Да. Что, вскрываем? Ну, по-любому он. Давай так чуть-чуть, цвет немножко. И цвет. Потому что у меня нет. Нет, цвет такой же. Видимо, может, когда старый. Десятка у меня такая же была. Потому что у меня он прям рыжий. Слушай, я тогда, с твой позволения, может, заберу, потому что у тебя есть вот Levant. А у меня нет. Если тебе прям хочется... Ну, я бы так поразвлекался бы. Он классный. Да, тут по-любому он. Классный, красивый. Ну, давай поджаренные каштаны. Я не сразу понял. А я сразу. Запах самовара, накрытого на свежем воздухе. Слитая вода от чернослива, такого, который ты в кипятке промывал. Очень тонко сделано. Пишу сначала. У меня точно был этот аромат. Я прям с ума сходил. Я думаю, что это так... Ну, ты в итоге догадался. Слушай, ну, красивый он. Но вот, Игорь, буду рад Levant, потому что даже десятки мне было много. Придушить может. Единственное, с ним надо аккуратненько. Знаешь, на всякий случай, я уверен, что это Байзафаль, тем более мы видим, что Анна симпатизирует Marjolet. Но, справедливости ради, у Армании есть ароматы, которые вот в эту же для меня сторону. Вот это линии Stronger Me. А, Stronger Me? Меньше Дымкана. Вот эта звенящая... База очень похожая. Я папе дарил его в свое время. Там, кстати, есть, да, очень приятное заболевание. Да, это By The Fireplace. Это единственный аромат, который мы угадали. По-моему, да. Ну, что называется? Happy End. Хорошо закрыли. Happy End. Тащусь от него. И муж тоже носит. Огонь. Во всех смыслах, я бы сказал. Огонь. Да. Хороший аромат. Я считаю, это, наверное, лучший аромат. Споро нет. Марджелла или Марджелла? Слушай... Он бельгийц уже, наверное. Я смотрел, кстати, как-то, как произносят и они сами, и чуть ли не он. Уже не помню. Вот. Ну, вообще, Марджелла. Вот. Да. Марджелла. Да. Ну, ладно. Турмюсь ее. Да. Мне так тебя иногда не хватает. Да я смотрю, да, ты такой, типа, без Дениса не... Всегда можешь написать, вставить мои голосовые вставки в своем видео. Да, как вариант. Кстати, надо их будет иметь. Да. Ты деньги не будешь за это брать, подружка? Ну, донатов чуть-чуть отсыпаешь. Ой, ребята, сыпьте побольше донатов, а то, видите, как бы еще вот есть один... Оплата переводчика. Что-то надо их тратить, да. Спасибо, Денис, было бодренько. Да, тебе спасибо. Мне почему-то, кажется, мы очень быстро уложились, хотя всегда так кажется... А мне кажется, что нет. Мне кажется, как раз там прилично, да. И Анне спасибо. Анна супер. Да. Я очень доволен подборкой. Да. Щедрая, много налито. 14 отливантов. Да. И надо сказать, что не было ощущения вот как бы проходного какого-то говна. Тоже не было такого ощущения. Ну, скажем, есть была некая вкусовщина, допустим, Александр Джей, там, и все такое. Да. В целом мне было офигенно. Но она разноплановая, интересная. И как бы, а Анне какое-то впечатление складывается, да, что вот там Мурджулу, например, любит, да, человек. Так что мне очень понравилось. Спасибо, ребят, за внимание. Спасибо, Денис, что пришел. И пока-пока. Всем пока.